Всем привет! Этот выпуск посвящен истинным фанатам нашего дневника, но об этом чуть позже. В Петербурге полным ходом идет подготовка Maverick X3 к бахе Крым. В данный момент пилот этого агрегата Мария Апарина принимает работы по каркасу, который выполняли мастера команды Васильев Ралли Тим. Маша, колись, как там Маша? Колись? Слушай, ну посмотри, какую красоту-то сотворили мне. Я вот, честно говоря, не думала, что так хорошо получится. Я вот единственное переживаю, влезет ли корона. Думаю, влезет. Антон, корона влезет, как ты думаешь? Да, поместится? Две, говорят, две, это главное. В принципе, на это я и рассчитывала, спасибо. Еще у меня будут золотые двери. Все будет, как это, мистически. Мех на руле будет? Мех на руле? Мех будет на сиденьях. Леопардовый? Конечно, леоперда, только леоперда. Ты что? Может, присядешь в машину? Конечно. Корону не взяли, нет? Нет. Жаль. Газрейт Спорт. Бойтесь. Я очень рад, что удалось построить в сжатые достаточно сроки этот автомобиль, потому что было выделено всего лишь две недели на работу с этим аппаратом. Сделали то, что требовал заказчик. Это установить каркас, установить, интегрировать бак 200 литров, обеспечить безопасность и выдать документы эмбутационные на прохождение технической инспекции. Должен сказать, что это очень интересная машина сама по себе. Достаточно сильный запас характеристик по ходовым качествам. Все-таки ход подвески 610 миллиметров сзади, 500 практически спереди. То есть машина фактически чумовая. Должна быть и на выходе. Мы посмотрим ее в бою, но сейчас могу сказать, что это такая претензия на призовые места. Стразы на торпедо наклеют. Наклеют? Наклеют. Я в этом году решила изменить, так сказать, амплуа. Я буду теперь королевой драконов. Я четвертый день смотрю, Игра престолов, видимо, отложилась. В принципе, вот да, я огнедышащих драконов налеплю. И все, и уеду. Степанова Скворцова, прямой уход. Могу сказать одно. По сравнению с предыдущей версией, с предыдущим Полярисом, места здесь, конечно, гораздо больше. Может быть, это пока гораздо больше. Но я гляжу на, так сказать, рабочее место штурмана. У меня так впечатляет, что там можно, ну, я не знаю, там не то, что чай пить. Там можно, там, кальян разложить, там, я еще не знаю, картишки перекинуться. Но места гораздо больше, и машина концептуально другая. Все это увидим во время Бахи Крым. Протестируем ее, протрясем. Но самое-самое вот крутое, то, что она золотого цвета, мне, как девушке, это архи важно. В общем, вот. Ну, в общем, про драконов я сказала. Цвет золотой, стразы налепят. Можно ехать. Ну, ничего особенного пока что мы не сделали. Вот, только покрасил я ее сначала грунтом, потом обычной краской черной. Дабы, если красить порошком, я думаю, что веса намного больше бы добавилось. Амортизаторы сейчас в понедельник уедут в Екатеринбург. Там находится у нас штаб-квартира дистрибьюторов Фокса на такую технику. Они нам полностью разберут, и амортизаторы все внутренности поставят уже другие, которые соответствуют этой машине, нагрузкам и этим амортизаторам. Ну, и вот двигатель пока что ждет. Нам обещал дистрибьютор предоставить впускные и выпускные коллектора на тесты стандартные. Поэтому тоже мы не будем изобретать пока что, варить выпускные коллектора самостоятельно. У нас получится совершенно штатный этот двигатель. На эту неделю установить кардан, сделать проводку, сделать консольку. Вот здесь вот консоль будет скорее всего вот такого, на таком уровне, чтобы у Марии были все кнопки включения плюс переключения прямо под рукой. Плюс мы сейчас работаем, нам нужно на 6 сантиметров сдвинуть педали сюда поближе, для того, чтобы более комфортно пилоту было находиться в машинке. Здесь площадки по требованиям, доварим еще усилители. Ну и в принципе все. Нам останется кулису, кардан, проводку закрепить штатные. Опять же, нам ничего придумывать не нужно, все кнопочки у нас есть, все родное. Только провод просто установить. И машинка готова. Максим действительно уже на финишной прямой. Самая сложная часть работ по Маверику осталась позади. Но все равно нужно ускоряться, ведь уже 28 апреля стартует Баха Крым в Евпатории. А до туда еще добраться нужно. Так что на все доделки у нас не более одной недели. Новости Шелкового Пути До старта ралли-марафона остаются считанные месяцы. К сожалению, большую часть информации организаторы держат в секрете. В ралли-рейдах так почему-то принято. Но кое-что нам стало известно. Во-первых, финиш Шелкового Пути 2017 будет не в Пекине, как в прошлом году, а в Сиане. Во-вторых, организаторы заверили, что Силквей этого года станет самым масштабным из всех. Возникает только один вопрос – куда еще масштабней? Вот несколько цифр предыдущей трансконтинентальной гонки. 10 735 километров – общая протяженность маршрута ралли. 17 дней – продолжительность ралли. 41 страна мира представила своих участников. 196 стран показали репортажи с ралли «Шелковый путь-2016». Впечатляет, не правда ли? Если вы до сих пор смотрите, значит вы истинный фанат нашего дневника. Мы это очень сильно ценим и не останемся у вас в долгу. Мы дарим вам 200 бонусных баллов, которые вы можете получить, введя вот этот промо-код в своем личном кабинете «Супротек Прогноза». Системе, в которой каждый может получить 100 тысяч и дикие скидки на нашу продукцию. Несколько недель назад к нам обратился мотопутешественник Сергей Крылов. Он решил выехать из Москвы и доехать до берегов Баренцево моря. Ну и что скажете вы? Ну тут есть одно «но», точнее их два. Во-первых, в это время года на Крайнем Севере погода не дай бог каждому. А во-вторых, мотоцикл у Сергея китайский, фирмы «Лифан». Если кто не знает, эта техника абсолютно не для дальних путешествий. Поэтому Сергей обратился к нам, чтобы мы снабдили его трибосоставами в этом сложном путешествии. А мы что? Мы всегда рады протестировать нашу продукцию. Сергей Крылов, мотопутешественник, десантник. Пора покорять что-то большее, чем просто ближайшие населенные пункты и направления. Подумали, подумали, решили, что на юг все ездили, на Кавказ все ездили, в Центральную Россию все ездили. А вот зимой взять и поехать на край нашего континента, на Баренцево море, еще никто не ездил. Тем более на двухколесных мотоциклах. Москва, остановка на Ночпитере. И затем уже старт на сам Мурманск. По маршруту Петрозаводск, Медвежегорск, Кем, Апатиты. Нужно заехать в город же, как бы посмотреть на всю красоту. И дали рвать до самого Мурманска и оттуда на Тереберку. Это уже все, края земли, получается, самая крайняя точка. То есть дальше ехать некуда. Общий пробег порядка 4200 километров получается, туда-обратно. Примерное время пути, по нашим подсчетам, мы прикинули, выходит около 96 часов. По плану в день желательно проходить порядка 600-700 километров. У нас задача в этот раз не гнать, не лететь как можно быстрее, увидеть максимально больше красивых мест, это все запечатлеть. И одной из фишек нашей поездки является то, что мы хотим сделать ее относительно в режиме реального времени, по мере работы интернета. Чтобы любой мотоциклист, не мотоциклист, сочувствующий, соболезнующий мог взять, зайти спокойно в социальные сети, в Инстаграм, либо включить телевизор и увидеть нас. Люди с этой сферы, с мотоциклетной, смотрят на это большими глазами, и говорят, что только в мае, в июне выключу, сейчас же холодно. Ну, кто опытный, старые туристы, уже такие уважаемые люди в этом круге, они говорят, что это возможно. То есть при наличии рук, при наличии определенного уровня отваги, немножко слабоумия, и можно набраться до кода роботов. Самое сложное является то, что мотоцикл у нас не самого высокого качества, один китайский, второй индийский. Я еду на мотоцикле LeFan L200GI5, это мотоцикл Enduro внедорожный, с объемом 200 кубических сантиметров двигателя. Предназначенный, в принципе, ездить за грибами, либо периодически покататься в лес, поместить грязь. А второй мотоцикл, мотоцикл Дениса Рогозина, это Bajaj Pulsar 200, индийский мотоцикл класса дорожный Naked, то есть он ближе к спортивному дорожнику считается, но который мы заставим тоже ездить по бездорожью. Я наслышан о том, как работают присадки Suprotec, все ваши робототехнические смазки и так далее, и решил, что оно точно не помешает для нашей поездки. Нагрузка на технику очень серьезная, ресурс моторов очень слабый и других узлов, которые будут использованы материалы компании Suprotec, и поэтому решил обратиться к вам. Сейчас будем заливать мотоцикл этот репотехнический состав, Mototec 4 для 4-тактных двигателей. Заливаем, к сожалению, через воронку, что баночка, горлышка очень широкая, и на ней не подлезть будет. Сейчас, может быть, его завести, я думаю, немножко прогреть на нем. Сейчас мы опробуем для начала обкатка в режиме города, в режиме подготовки к поездке, пока мотоцикл делается, ездит между домом работы, работой домом и мастерской. И затем уже будет основное тестирование всех материалов, уже испытания полярья за полярья. Немножко доработать с электрикой. Некоторые детали поменять, и уже можно будет приезжать спокойно на поездку, и на тресток, и на тресток, и на тресток, и на тресток, и на тресток. После заливки термотехнического состава мы проехали около 350 километров, порядка недели поездок на работу вышло. И особых заменений каких-то тотальных я не увидел на мотоцикле. Единственное, что, по-моему, чуть-чуть поднялась максимальная скорость, то есть, возможно, компрессор увеличилось. Сейчас сливаем старое масло и заливаем новое, которое подогнало нам компанию Suprotec, Suprotec Racing Maslow. И будем уже вместе с ним заливать термотехнический состав. Значит, заливаем по объему литр сто. Здесь у нас разметка есть. В связи с тем, что были определенные нанесены, скажем так, уроны цилиндру, там появились маленькие задиры в прошлом году, то Suprotec должен положительно сказаться на работе мотора. Ну что, собственно, 2 апреля. Мы в Москве. Вчера я приехал из Питера. Просто окончательно залили последний раз составы. Масса Suprotec в мотоцикл. Заехал за товарищем. И сейчас мы буквально вот прямо сейчас стартуем в Питер до подготовки, до окомплектации снаряжения. Мы выезжаем на следующий день уже в сторону севера Заполярья. То есть Петрозаводск, Мурманск, по пути Кеми, Движегорск и так далее. И далее до Баренцева моря на Терибер. Судя по инстаграму Сергея, его мотоцикл на Suprotec доехал уже до Белого моря. Шах и мат, хейтеры! Мы обязательно расскажем про все это интересное путешествие Сергея в ближайших выпусках. Такой была очередная неделя из жизни команды Suprotec Racing. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно задавайте вопросы в комментариях. Увидимся в следующий понедельник, 17 апреля. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok